Да, здравствуйте, меня зовут Андрей Шенин, я приглашаю на профессор на Кабирген-Визни, факультет международного отношения Евразийского национального университета. И моя тема сегодня это формирование и, собственно, реализация внешней политики США в отношении Турции после окончания Холодной войны. Вы знаете, очень интересная вещь, когда я рассказываю эту тему американцам, они все время спрашивают, а неужели у нас есть какая-то турецкая политика? Вот не поверите, но есть. И она на самом деле очень интересная, потому что за право определять политику в отношении Турции борются сразу несколько групп. И, ну, я чуть позже об этом скажу. Вначале, наверное, стоит уделить внимание немножко истории и сказать, что очень ярко роль Турции в планах США проявлялся еще в 80-х годах. Мы знаем доктрину Картера, политику Рейгана. Кстати говоря, после Шавского переворота 79-го года было подписано соглашение в области обороны сотрудничества, так называемая ДЭКа в 1880 году. И Турция по этому соглашению получала достаточно серьезные военные поставки в программе Foreign Military Sales, получала, скажем так, серьезную поддержку. Слушай, тогда, во время Холодной войны, Турция выступала таким аванпостом против расширения советской угрозы, как это было принято называть. И это было очень интересно. Конечно, внутри, кстати говоря, важная роль Турции была одной из причин, почему Запад, собственно говоря, не сильно-то критиковал Турцию за события 74-го года на Кипре. Турция была, имела и, наверное, до сих пор имеет вторую по силе армию в НАТО и являлась очень сильным и серьезным соперником США. Интересно отметить, что СНГ Кипр, он всплыл, скажем так, в очень негативном ключе во время предвыборной гонки между Бушем-старшим и Дукасисом. Был такой кандидат, который поддерживали греческие лоббисты, греческое лобби и неожиданное армянское лобби, потому что, как известно, армянское лобби, оно постоянно выступает с позицией, с негативных позиций по отношению к Турцию из-за геноцида армян, который произошел еще в Османской империи в 1915 году. Армянское и греческое лобби, они действительно представляются достаточно весом, серьезной силой, имеют большой вес в американской внешней политике. А вот, допустим, турецкое лобби представлено там достаточно слабо. И в основном, кстати говоря, вот раньше и сейчас, когда во время Холодной войны на стороне Турции выступал Пентагон, Министерство обороны, там были такие люди, допустим, Ричард Перл, помощник министра обороны, который действительно сильно лоббировал позиции Турции, проводил многие инициативы, кстати говоря, Турция была третьим рецепиентом после Израиля и Египта. Ну, известно за Кендельские соглашения. Как я уже сказал, турецкое лобби США, оно было неоднородно, там было порядка 180 тысяч человек. Но неожиданно Турция получала поддержку внутренней политики США от еврейского лобби, который был благодарен Турции задерживанию, арабской агрессии, от Министерства обороны, ну и, соответственно, от республиканцев. То есть это достаточно тонкий момент, потому что турецкая политика США очень сильно зависела от баланса сил в Конгрессе и в правительстве, у кого большинство, у кого меньшинство. И дальше я расскажу, это будет все достаточно так вот хорошо показано. Далее роль Турции, скажем так, прошла достаточно серьезной информацией после войны в Ираке против Саддама, знаменитая операция «Бурь в пустыне». Потому что Буш-старший, он, конечно же, как человек, который уделял очень много времени внешней политике, который отразил агрессию Саддама, использовал, скажем так, базы турецкие, чтобы размещать там свои самолеты и так далее, и так далее, пытался как-то трансформировать роль Турции, чтобы оставить ее, скажем так, в зоне своих интересов, чтобы это союз, который продолжается и будет продолжаться и будет плодотворным. И такая роль, она была найдена, и ее сформулировали как мост, что Турция должна быть мостом между Востоком и Западом после того, как СССР развалился, ну, чуть позже, потому что Турция представляет собой светское государство с мусульманским населением, и эту модель планировалось экстраполировать не только на арабские страны, но и на Центральную Азию. Было очень интересно. Турцию поддерживали со всех сторон. То есть, грубо говоря, после войны в Ираке там был даже создан фонд, фонд защиты туристов, который там вложили в Саудовскую Аравию, Арабские Эмираты, Кювейт, чтобы компенсировать потери от иракской войны. И многочисленные вливания должны были способствовать укреплению роли Турции, в том числе на территории Средней Азии. Было очень много угроз. Роль Турции, она была, скажем так, выглядела следующим образом. После развола СССР образовалось много независимых государств. Очень была страшна угроза исландского фундаментализма, угроза распространения контакта Ирана. Была страшна то, что среднеазиатские республики будут бедными, что из них начнут расползаться ядерное оружие и так далее. И предполагалось, что Турция, как тюркское государство, возьмёт в себя роль лидера в Центральной Азии. Но неожиданно оказалось, что, кстати, в дальнейшем оказалось буквально пару лет, что угроза исландского фундаментализма не такая страшная, что среднеазиатские республики не хотят следовать за Турцией. И, в общем, просто не хватало денег, чтобы втянуть эти страны в свою орбиту. И вообще, по сути, тюркская идентичность оказалась не таким уж крепким основанием для всего этого. Но, тем не менее, союз был крепкий, и очень интересный момент был в том, что политика двойных стандартов в чистом виде. То, что администрация Буша-старшего, она, скажем так, старалась, конечно, так как США демократическое государство, она старалась немножко рисковать Турцию за нарушение прав курдов, но одновременно с этим США продавали оружие, которым этих самых курдов и убивали. То есть Буша-старшего за это много критиковали, но он это достаточно мере игнорировал. Буша-старший, он сам по себе человек, вообще удивительная история произошла с его выборами и трансформацией всей внешней политики в отношении Турции, потому что Буша-старший даже был триумфатор внешней политики, он был подобен Уинстону Черчиллю, победил Ирака, развалил Советский Союз, развалилась стена и так далее, и так далее. Но он делал очень мало времени внутренней политике, и благодаря этому Клинтон его обошел. Ну, конечно, там были еще нюансы в виде одиозного техасского миллиардера, который принял участие в предвыборной гонке, оттянул часть голосов Буша-старшего, но, тем не менее, Клинтон победил. Во время победы Клинтона, скажем так, после победы, он решил сразу не менять турецкую политику. Это был очень интересный момент, потому что сразу мне ничего не хотел, но при всем при этом и Конгресс, и администрация президента были демократическими. Клинтон — это человек вельсонианского толка, то есть идея политики Клинтона — это объединить весь мир в один большой глобальный рынок, где, может быть, продавать товары мирного употребления, потому что, скажем так, демократы, они поддерживают именно мирное производство. То есть это Софт, это Кока-Кола, это Ксерекс, это Боинг, это что-то вот такое вот это, не военный комплекс и не энергетический. Ну, энергетический, поскольку разные группы. И поэтому он продолжал политику Буша-старшего, но в его партии были не совсем с этим согласны, потому что демократы, они выступали с той позицией, что зачем нам давать деньги Турции, которая не справляется с ролью регионального лидера. То есть, как я говорил, уже страны не хотят следовать за Турцией, исландский демократализм оказался не такой страшный, конфликт с Арменией до сих пор не решили. И вообще акцент нужно смещать в сторону Москвы, потому что Москва выглядит, как бы, с их точки зрения, более перспективным рынком, более перспективным игроком в регионе. К тому же имеющий медерное оружие, с которым тоже надо считаться, и я обладающее определенной силой. Поэтому в 1994 акцент сместился немножечко в сторону Москвы. Благодаря, такому акценту, такому смещению, помощь Турции несколько упала. Да, Клинтон продолжал проводить какую-то достаточно благосклонную турецкую политику, политику, назовем это насаждением демократических ценностей. Он был впечатлен и доверял премьер-министру турецкого танцу Челер, потому что, ну, конечно, молодая, красивая женщина, очаровала Клинтона, выпускница Американских университетов, и он верил, что она сможет привести Турцию к демократии. Но у них что-то не залазилось ввиду экономического кризиса, ввиду сложной геополитической обстановки, и к власти в Турцию потихонечку начала приходить партия благоденствия во главе с премьер-министром Эрбаканом. Нажмед Эрбакан — это человек, который представляет собой более, скажем так, националистскую сторону. Он предлагал создать исламское НАТО, единую, общий рынок исламский, там, свою валюту. И приход исламской партии к власти часто ставился в вину именно Клинтона. Спасибо. Вину Клинтона, что якобы он допустил такую исламизацию Турции. Хотя нельзя было сказать, что была исламизация, там исламисты были достаточно умеренны. Так ситуация продолжалась до 1994-1995 года, когда в 1995 году к власти опять пришли республиканцы. А если посмотреть в разрез, то можно увидеть, что республиканцы, в отличие от демократов, если демократы нацелены на рынок, республиканцы нацелены больше на реализацию более прагматичных инициатив. То есть, если говорить простым языком, нам нужна энергия, построим здесь трубу. Нам нужно продать больше оружия, развяжем там войну. То есть, это вот более прагматичные интересы. Нам нужно усилить геополитическое влияние, мы поддерживаем это правительство. Нам не нужно здесь, мы там подарю им это правительство. Они действовали более прямолинейно. И в 1995 году Конгресс, большую часть мест Конгресса заняли республиканцы. И, соответственно, вся политика опять-таки потихонечку разворачивалась в сторону Турции. США закрывали глаза на нарушение каких-то демократических правов свободы, разрешали там операции в Курдистане, скажем так, когда там группировки 2-35 тысяч человек вторгались на территорию Ирака. Тем не менее, из-за вот таких операций, когда Турция слишком уж сильно начала приснять курдов, американское правительство опять начали критиковать за то, что не имели достаточно воли, чтобы надавить на турецкое правительство. И проблема была в том, что американское правительство в принципе могло бы это проигнорировать, но под давлением, скажем так, групп интересов, демократических групп или прозащитных групп, стало просто сложнее продавать оружие, что шло в прямой разрез с позиций республиканцев и их желаниями и чаяниями. Был даже такой интересный факт, что... Ну ладно, скажем сначала, что где-то в 96-м году позиции республиканцев в Конгрессе еще больше усилились, и они уже смогли более или менее игнорировать выкрики и критику от каких-то правозащитных групп. Очень интересно оказалось то, что с 96-го года политика начала разворачиваться уже достаточно сильно в сторону Турции. То есть на место госсектора назначили Мадлену Убрайт, она такая достаточно, так сказать, прямолинейная женщина, которая может проводить достаточно прямолинейную политику. Начали производить какие-то проекты прокладки турпроводов Багут-Билиси Джейхан, который был выгоден обеим сторонам, в том числе и Израилем. Турция начала выстраивать некий союз с Израилем, как известно, очень близким союзником США. И был такой интересный момент, где-то, по-моему, в 97-м году Турция заключила сделку с Ираном на покупку 23 миллиарда километров газа за 323 миллиарда долларов. То есть это сделка огромная, а Иран же был в то время под санкциями, так называемый Iran Libia Sanction Act знаменитый, который запрещал американским компаниям, другим компаниям вообще любые вложения в инфраструктуру Ирана. А тут Турция, как близкий союзник, неожиданно, заключает сделку с Ираном. Достаточно серьезную, 23 миллиарда долларов. И после долгих премий администрация решила не применять никаких санкций, не применять каких-то взысканий, а выступила с очень расплывной формулировкой, что соглашение Ирана и Турции нарушает букву, а не дух закона. То есть якобы это были не вложения в инфраструктуру, и якобы все нормально, потому что Турция была очень важна. И до 99-го года отношения шли в таком очень-очень-очень позитивном ключе. США продолжал, скажем так, давить на Европейский Союз, чтобы он принял Турцию в свои ряды так или иначе. Включил Турцию в действие самоперспективных рынков, что достаточно серьезное было звание. Рост товарооборота в Конгрессе препятствовали проходу резолюции по признанию геноцида армян. То есть резолюции, скажем так, если обратить внимание в прессе, резолюции проходят постоянно, чуть-чуть там не каждые 2-3 года, но не проходят через комитеты, они не принимаются уже на уровне палат представителей или в Сенате. Там их обрубают, потому что, скажем так, национальные интересы, интересы США в регионе гораздо важнее, чем удовлетворение группы армян. Понятно, там далеко идущие последствия от этого будут. Армянские официальные лица заявляли, что как только признают, то уже можно будет как-то там претендовать на какие-то провинции, идти в суд, требовать компенсацию и так далее, и так далее. Очень их много. И, в общем, отношения развивались в благополучном ключе, но они едва не оказались похоронены в 99-м году, когда в Исмере, в крупном городе Турции, произошло землетрясение. Оказалось, землетрясение, землетрясение, но правительство Турции оказалось просто не способно взять, так как быстро организовать какую-то помощь пострадавшим. Непонятно, что это было, но были большие проблемы с логистикой, и, как и странно, первую помощь начали оказывать не местное правительство, а братья-мусульмане из Египта, и даже Греция чуть ли не первой прислала свои, так сказать, гуманитарные, гуманитарную помощь, несмотря на то, что у них была там старая вражда с Турцией, из-за Гипра. Тем не менее, правительство как-то устояло, все это развивалось в дальнейшем ключе. Пока в Америке не произошли выборы, произошел 2011 год, победила партия Буша-Младшего в главе с неоконсерваторами. Неоконсерваторы, такие как Пол Буфвиц, Дон Трампс, в одном больше консерватора, сам Джордж Буш, Дикчейни, разработали новую концепцию, так называемую энергетическую концепцию, которая ставила Турцию, скажем так, на чуть ли не ключевое место в регионе, через которое можно было реализовывать многочисленные инициативы. Они вообще называли это ключ. Турцию называли ключом ко многим своим, скажем так, идеям, инициативам, хотя налогоплательщики рассматривали больше как черную дыру, в которую уходят все эти деньги, и, собственно говоря, без какой-либо отдачи. Так продолжалось с 2001 года, пока не произошло печальное 9-11, вы знаете. И после этого роль Турции заметно выросла, потому что как важного логистического центра, как важного центра поддержки, и просто очень сильного союзника. Я напомню, что там была вторая по силе армия в НАТО. Турция сыграла достаточно, достаточно быстро откликнулась и отправила свои части в Афганистан. после 9-11 и активно приняла участие в военной, например, участие. Военная Турция приняла активную участие в разработке планов по вторжению в Ирак. Турция списывала долги, ослабляли торговые барьеры и так далее, и все было прекрасно. Конечно, были некоторые нюансы. Например, известно, что в 2002 году к власти пришла партия Эрдоган, партия справедливости и развития. Она образовалась из партии благоденствия Ирбакана. Я немножко не сказал, но в 1997 году произошел так называемый мягкий переворот, когда военные выназали Ирбакану уйти в отставку. Потом партия развалилась, была там, по-моему, заключена судом, и образовалась две маленькие партии – консервативное крыло и либеральное крыло. Вот либеральное крыло, бывшей исламской партии Караса, было крыло, которым лидером выступал Эрдоган. Он принял участие, то есть партия приняла участие в выборах, победила. Эрдоган не мог занять президентское кресло, потому что у него там была судимость, и пока судимость, пока не изменили немножечко законы, он не мог занять кресло премьер. Но, тем не менее, он выступал лидером. И неоконсерваторы начали активную работу с партией Эрдогана, с ним лично, чтобы разрешить американские войска пройти в Ирак через Турцию. И это была достаточно эффективная работа. Турции обещали за это очень много денег, обещали построить базы, порты, причальные стенки, инфраструктуру. И, по сути, это был очень и очень выгодный контракт, выгодное предложение. Единственное, причем работа была настолько, что, кстати говоря, в 19-26 февраля, по-моему, 2003 года правительство Турции согласилось на то, чтобы американцы... Конечно, они уменьшили количество войск от первоначальной заявки, там было уже не 60 тысяч, не 100 тысяч, а порядка 30 тысяч войск. Учли, конечно, количество артиллерии, техники и так далее. Но правительство согласилось на это. Однако, когда пошло голосование уже непосредственно в Меджилисе, 1 марта 2003 года, парламентарии неожиданно отказали. Причем там перевес был где-то в 3 голоса всего лишь. Для американцев это был шок, они думали, что все уже готово, и корабли американские уже были на пути к Турции, потому что они считали прохождение резолюции в Конгрессе техническим делом. Но оказалось, что все не так просто, как потом, что сами парламентарии рассказывали. Во-первых, очень не нравилось, как на них давили американцы, потому что они считали, что, видимо, туристских парламентарий можно просто так купить, залить деньгами и реализовать, собственно, все инициативы, что, как выяснилось, было даже серьезной ошибкой. Были какие-то еще другие причины, например, как писал один журналист, то, что партия справедливости развития пришла к власти действительно в своем пике, и представители, парламентарии, они были действительно людьми из народа, которые думали о том, что скажут их собиратели, они боялись, скажем так, подвести их. И это был достаточно таким серьезным мотивом, которым многие из них отказали американцам в проведении. Но, тем не менее, американцы тоже не дураки, они готовили два плана, то есть с турецким участником, они без турецкого участника, потому что видели, что Турция все-таки колебалась. Но, тем не менее, кстати говоря, отказ был воспринят достаточно болезненно, потому что потерялось на этом очень много денег. Ну, естественно, всю помощь они отменили Турции. Но, тем не менее, значимость Турции как стратегического партнера никуда не исчезла. И тогда, ну и сейчас такая хорошо известная дама, как Хиллари Клинтон, она выступала, тогда еще конгрессмен, и призывала даже удвоить усилия по выстраиванию отношений с Турцией, вместо того, чтобы отказывать. Потом все-таки правительство разрешило использовать там турецкую территорию, чтобы ввести какой-то ограниченный контингент, но это была уже, скажем так, совсем другая история. В этот период и после, несмотря на то, что Турц занимал важную роль, все проблемы упирались в Курдистан, в Курда. Потому что Курды все-таки были советниками США, но у них были очень сложные отношения, созданные внутри Турции с правительством Эрдогана. Американцы, они хотели и нашим, и вашим. То есть они хотели и поддерживать Курдов, они хотели получить и поддержку Турции. В Турции, с другой стороны, руководство неоконсерваторов воспринималось достаточно позитивно, вот с той точки зрения, что неоконсерваторы не требовали проведения демократических реформ и давали деньги. То есть это был, несомненно, позитивный момент. С другой стороны, они все-таки достаточно сильно давили, поэтому отношения застопрились. И более того, очень беспокоил вопрос, что будет после того, как американские войска уйдут из Ирака. Будут они делить страну, не будет, появится раз в Курдистане, не появится, будут они поддерживать, не будут поддерживать. Все это было очень-очень сложно. И в такой обстановке взаимного недоверия отношения буквально застопрились, они никуда не двигались. Они так и не двигались до 2005-го, 2006-го года, потому что ни одна страна не решалась уступить. Вот, кстати говоря, очень интересный момент, я вычислил одну из книг, что в 2005-м году, в 2006-м, одной из наиболее продаваемых книг в Турции была книжка «Металлический шторм», которая описывает гипотетическую войну с Турцией и США, которая заканчивается победой Турции и разрушением Вашингтона. Такие были очень интересные. Обстановка всеобщей доверия продолжала накаляться, во многом из-за того, что стороны они не слышали друг друга. Когда Эрдоган приходил и говорил, что ему интересно обсуждать проблему курдов и кипрский вопрос, то Джордж Буш-младший приходил, говорил, что ему интересно обсуждать сирийский вопрос и вопросы иранской азерной программы. У них просто не совпадали позиции, они не могли ничего решить. В 2006 году, в 2007 году, уже ближе к победе, скажем так, Обамы, отношения США и Турции потребовали переформатирование большого. Переформатирование было в том плане, что произошел переход от военной стратегии к некой энергетической стратегии. То есть опять начали, американцы сми начали чаще говорить о Набука, о Богу-тбиллести Джейхан, других трубопроводах, о каких-то энергетических путях, маршрутах разработки, участия американских корпораций. И вроде как бы вот отношения перешли в экономическую плоскость и должны были заиграть новым краском. Но в сентябре 2007 года Конгресс принял закон о федерализации Ирака, что по сути своей легитимизировало создание Курдистана. Ну не всем принято, но вот как-то вот такого рода было. На этом отношения Буша, Младши, с Турцией достаточно быстро завершились. К власти приходит Обама. Кстати, интересный факт, что Обама в своих предвыборных речах обещал признать геннадзиатом армян. Но не первый кто-то делал. Буш-старший тоже обещал, и Рейган обещал, потому что хотели получить поддержку от армянского лобби. Но, как казалось, никто из них свои обещания не выполнил и не собирался выполнять на самом деле. Обама, он вообще пошел на хитрость, он стал называть геноцидом, а мецъегером, что называется, «большая резня» в переводе на армянский. То есть, уворачивался по-всякому. Тем не менее, он, как он, демократ, потому что, кстати, я обратил внимание, что Обама, он как администрация Клинта, он тоже демократ признанского толка. А это значит, что основная идея у них это построить все-таки какой-то больше глобальный рынок. Это не силовые методы, это вот именно демократия, это кредиты, это экономика, это продажа товаров, там, зеленые технологии и так далее, и так далее. Поэтому произошла такая небольшая ревизия приоритетов. В Турции начали опять поступать кредиты, туда совершил визит госсекретарь Хилла Хлинтона, а потом и сам Обама нанес визит. Но курдский вопрос, он все никак не решался и не собирался решаться, потому что курды были достаточно важными союзниками США, и более того, когда в Турции шло небольшое послабление для курдов, отношения начали выстраиваться, потом опять там стопорились, все это текло как подрод событий. Американцы даже разрешили у себя в Штатах открыть офис курдской партии, которая была запрещена на территории Турции. То есть какие-то такие маленькие эпизоды, маленькие тычки, они шли все-таки в разрез общей политики. И более того, уже в 2010 году произошло событие, так называемые флотилии свободы, которые, нельзя сказать, что ставили там крест на отношениях, но серьезно осложняло. Всем известно, когда на турецкие корабли, которые шли за сектор газа, высадился израильский десант и погибли граждан Турции. Это был очень серьезный международный скандал. И отношения даже с Израилем, которым Турция вроде бы выстраивала неплохие отношения, он, конечно же, не распался, но оказался под серьезным давлением. И устав от политики США, устав многочисленных обещаний решить курский вопрос, принять страну в ЕС, что там еще было. Опять же, устав от того, что американцы пришли в Ирак, создали там, скажем так, бардак и ушли оттуда, оставили все это рядом с Турцией, и так далее, турецкая власть, видимо, приняла решение обратиться к более восточным странам, к России, Центральной Азии, с небосредственным соседям. Это так называемый был уход на восток. Американцы пытались, пытались принимать попытки, чтобы вернуть, различные группы выступали за это. То есть, ну а как можно перетянуть Турцию на Запад? Единственное, вступление в Европейский Союз. Но понятшее вступление в Европейский Союз эта перспектива, ну сейчас же выглядит достаточно сомнительной, бессмысленной, потому что европейцы, когда надо, не согласятся, были многочисленные обвинения в том, что европейцы, они создали для себя такие христианские клубы, не хотят пускать туда мусульманское государство. Ну и, честно говоря, Евросоюз сейчас пребывает тоже не в самом лучшем состоянии, может быть, даже через несколько лет его и вовсе не будет. Что сейчас творится с американо-турецкими отношениями, сказать сложно, потому что лоббистские механизмы себя исчерпали, новые какие-то не появились, новые точечные прикосновения не появились, более того, у страны серьезные разногласия и по Сирии, и по Ирану, и по России, и вообще, в принципе, они бы союзниками, скажем так, сейчас могут только где-то в удаленной перспективе. Что будет дальше, после прихода Трампа, сказать трудно, потому что Трамп такая фигура, которая ценится достаточно неоднозначно, причем неоднозначно в каждой стране. Никто не знает, что будет там с отношениями с Россией, с Центральной Азией, с Европой, с Юго-Восточной Азией, с Ближним Востоком и так далее, и так далее. Но смущает то, что Трамп сейчас окружает в себя группировкой, состоящей из консерваторов и неоконсерваторов, то есть людей, которые могут принимать и принимали в своей практике агрессивные, прагматические решения, которые могут действовать активно, открыто и не обращать внимания на какие-то потери. А вдобав ко всему узнавая из Американской Азии, что Трамп часто игнорирует брифинги, часто игнорирует какие-то собрания, доклады разведки, может предположить, что он переложит все время ответственности внешней политики и какие-то разработки план и их реализации именно на своих генералов, которые поставят на ключевые посты. Тем более, что и республиканская партия тоже заседает в Конгрессе. у Трампа, как известно, там очень... Несмотря на то, что у него шаткие позиции, у него там есть достаточно влиятельные союзники, например, министр транспорта, это жена председателя республиканцев в Сенате. Какие-то такие мотивы. Ну, поживем, видим, наверное, через пару месяцев, когда он объявит уже свою внешне политическую программу, можно будет сказать более определенную. Пока что, наверное, на этом все. Да. Вот внизу. Мы все. Мы все. Да. Спасибо, Назира. Они тоже ушли. Не ушли? Выключил? Да, спасибо. Все. Я не стал как-то того, что реалисты, либералы-демократы. Что-то не стало. Это может слово за общий концепт. Я вас хочу в... Девочки, заходите. Да, зайти.